Где грань между мужчиной не потянул мой уровень или я женщина, которая не вдохновила на свой уровень? Как понять? Мужчина не потянул мой уровень или я такая женщина, которая не вдохновила на свой уровень? Это здесь попытка перебросить... Кто виноват, да? Я виновата сама, потому что я не вдохновила на свой уровень? Или он виноват, потому что он не тянет? Не та розетка, не тянет. нет виноватых вы просто не совпали не совпали тут нет ни потянул или не вдохновила но не совпали вы просто разные как сохранить энергию отсечь токсичное окружение в идеале отсечь все дела которые вам не хочется делать но это идеальный идеал просто какой-то я к нему иду собачка в пути чем меньше дел тех которые которые вам не нравятся тем лучше здесь тонкая грань между нужно отдавать себе отчет это дело мне не нравится но я его буду делать на моя зона роста я так решила я буду делать это одно да они нужны потому что иначе мы нет прогресса дела которые нас выводят из зоны комфорта и они нам не нравятся но мы будем делать это одно а вот дела которые и не выводят нас никуда и не растем мы а только деградируем и не нравится они нам эти дела но делать их приходится вот вот этим хорошо бы не заниматься хорошо бы все это делегировать куда-то и кому-то до это вопрос к нам что мы что мы что мы никак не промасштабируемся либо у нас недостаточно денег чтобы делегировать то что нам не нравится либо у нас недостаточно доверия когда мы трясемся хочешь сделать это хорошо сделай это сама либо еще что-то и следующее да как сохранять энергию токсичное окружение дела созависимости естественно это как под раздел токсичного окружения если вы зависите от мужа который вам запрещает не пускает ну в общем понятно да а какой энергии можете тереть если в 1 вас влияет мама с которой вы мысленно и физически еще как-то там никак не разделились да а что скажет мама не мечтайте даже об энергетике об энергии и все в таком духе классный вопрос я его кстати буду разбирать подробно на курсе как влюбить потому что это важно все кто хотите присоединяйтесь у нас будет на выходных если хочешь работать вообще это плохо нет плохо или хорошо есть соответствует это вашим целям или не соответствует да то есть нет хорошо или плохо мое детское желание быть известной это гордыня почему же хочется быть известной будьте станьте известны миру нужны разные люди миру нужны известные люди и миру нужны те люди которые будут на них смотреть да то есть мир нужны разные люди гордыня 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 начинается тогда когда мы говорим себе что мы лучше других вот там где начинается я лучше это гордыня при том что мы можем адекватно оценивать свою работу свой профессионализм да вот это я сделал лучше чем остальные сделала да вот здесь я лучше это я сделал лучше вот это нормально это должно быть да как-то здоровая оценка но когда мы говорим я лучше них по какой-то причине просто потому что я лучше до или я лучше них потому что я что-то умеет это гордыня нет лучше или хуже мы все разные и мы нужны миру все разные каждый человек ценен возможно ли с помощью мышления изменить ход болезни конечно возможно и нужно менять ход болезни с помощью мышления конечно даже от рака избавлялись сущностными есть такая техника сущностная трансформация называется она есть в общем доступе в интернете и полно там на youtube можете найти в разных исполнениях какое вам ближе ознакомиться естественно делать надо каждый день надо делать по много раз то есть зависит от что за болезнь да насколько она тяжелая и так далее но это то что прекрасно просто